Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас краткий обзор рынка за вторник, за 19 января. Сегодня просто день санкций. Соединенные Штаты вводят санкции против России, против Венесуэлы. Иран вводит санкции против Соединенных Штатов Америки. Обсудим, конечно же, всю эту санкционную риторику, ну и общую ситуацию на фондовом, на валютном, на нефтяном рынках. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы начинаем с ситуации на фондовых рынках. Ситуация сегодня на европейских площадках складывается нейтральным образом. Правда, наш российский рынок под вечер все-таки начал корректироваться. Для этого есть и фундаментальное обоснование. Об этом чуть-чуть попозже поговорим. Азия, хотя передала нам довольно-таки неплохие данные. Мы с вами видели, как азиатский регион сегодня с утра показывал неплохое движение наверх. Все это, конечно же, происходит на фоне продолжающихся поступать данных статистики из Поднебесной. Но там есть и ложка дегтя на северо-востоке Китая. Выявлены новые случаи очагов заражения коронавирусом. Поэтому Китаю сейчас стоит присмотреться очень внимательно. В любой момент весь вот этот позитив, вызванный статистикой за 2020 год, может быть уже слит, получив новую свежую статистику за 2021 год. Если же мы с вами смотрим на европейский театр действий, то он сегодня весь день находился в таком некоем режиме ожидания. После того, как мы неплохо гопанули наверх с утра, потом рынки опять-таки отыгрались в ноль и уже ждали открытия американской торговой сессии. Потому что сегодня последний день президентства Дональда Трампа. Уже завтра в полдень по американскому времени Джо Байден принесет присягу на верность Соединенным Штатам Америки. Дональд Трамп уже заготовил свою прощальную речь по данным CNN. Но пока не разглашается, когда же все-таки она будет оглашена. Там Дональд Трамп подвел итоги и своих достижений. Достижений у Дональда Трампа на самом деле было предостаточно. И давайте, если мы вспомним 2020 год, до вот ситуации с пандемией, никто всерьез даже не рассматривал конкуренцию с Дональдом Трампом. Все прекрасно понимали, что Дональд Трамп в легкую переизберется. Но ситуация с коронавирусом поменяла политические расклады в Соединенных Штатах Америки. Там и Дональд Трамп допустил некоторые такие серьезные ошибки, которые позволили Демократической партии вырвать все-таки победу у республиканцев по всем фронтам. Да, и в Палате представителей, и в Сенате. Ну и сам Белый дом забрала под себя Демократическая партия Соединенных Штатов Америки. Но сегодня в Соединенных Штатах Америки происходило еще очень важное, знаменательное событие. Сегодня официально фактически вступала в должность будущий министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. Нам эта женщина очень хорошо знакома, я имею ввиду нам это, игрокам на фондовом рынке. Это такая крестная бабушка бычьего на самом деле сценария для фондовых рынков. Она всегда вела мягкую голубиную политику по отношению к фондовым рынкам. Рынки, конечно же, встречает ее одобрением. Но здесь есть некоторые противоречия, на которые стоит обратить внимание. Не даю чуть-чуть, чем во вчерашнем выпуске мы с вами говорили о том, что Джанет Йеллен заявляет в Wall Street Journal, в частности, о том, что она за то, чтобы укрепить доллар, чтобы не вести смягчающую политику по отношению к американской национальной валюте. Но вот сегодня уже в своем выступлении как раз-таки Джанет Йеллен говорит о том, что вновь необходимо вводить стимулы, что экономике Соединенных Штатов Америки без новых денежных стимулов сейчас не выбраться. А мы с вами прекрасно понимаем, да? Получив вчерашние данные по Китаю, мы с вами видим, что Китай чувствует себя превосходно, что он обошел на повороте Соединенные Штаты Америки и продолжает развиваться. Ну а для экономики Соединенных Штатов Америки сейчас кровь из носу необходимо нагонять уже Китай. Для этого, конечно же, потребуются триллионы и триллионы долларов. И вот уже осторожно Джанет Йеллен начинает говорить еще о новом пакете стимулов. Конечно же, это рынки вдохновляет, этот рецепт уже проверенный. Мы с вами весь 2020 год жили как раз-таки в ожидании все новых и новых стимулов от Федеральной резервной системы. Да, было несколько пакетов стимулирования. Один пакет пришлось ждать около полугода. И перед игроками этим пакетом махали как морковкой, просто вот-вот-вот-вот. И в самом конце уже 2020 года все-таки этот пакет был принят. Сейчас уже Джо Байден анонсировал новый пакет, и вот Джанет Йеллен как раз-таки заявляет о том, что уже пора готовиться к еще одному новому пакету, стимулирующему экономику Соединенных Штатов Америки. Ситуация очень и очень интересная. Каким образом она собирается совмещать и укреплять американскую национальную валюту и не выключать печатный станок. Здесь очень и очень интересная ситуация сейчас будет происходить. Поэтому будем за этим внимательно наблюдать. Свою позицию по отношению к паре рубль-доллар я не меняю. Несмотря даже вот на такое поведение будущего министра финансов Соединенных Штатов Америки. Да, доллар может дешеветь по отношению ко всем мировым валютам. Но это не относится именно к нашей российской национальной валюте, к рублю. Но мы уже много раз говорили, почему это может происходить. Потому что над Россией все гуще и гуще сгущаются тучи санкций. В очередной раз сегодня Соединенные Штаты Америки ввели санкции против так называемого Северного потока-2. А конкретно против трубы-укладчика российского баржи Фортуна, которая принадлежит российской компании КВТ РУС. РУС, ну на самом деле это чисто формальная контора. Мы все прекрасно знаем, что данное судно принадлежит именно нашему народному достоянию, компании Газпром. В данной компании КВТ РУС числится всего лишь один человек. Ну это такая ширма просто-напросто, которой, ну не страшны на самом деле вот эти санкции Соединенных Штатов Америки. Это компания Однодневка, и как только, скорее всего, будет достроен Северный поток-2, это компания, ну вот это КВТ РУС, Раужи и Растворица. Мы уже такие фокусы с вами наблюдали и со строительством Крымского моста. Но посмотрим на самом деле, как будет развиваться событие. Но санкции более расширены и более пугающие. И уже привели к тому, что некоторые компании выходят из проекта Nord Stream 2. В частности, это немецкий концерн не выдержал, и Бильфингер уже покидает данный проект. Также страховая компания Цюрих покидает проект Nord Stream 2. На самом деле, большее опасение, конечно же, вызывает то, что покидает именно страховая компания. Помимо того, что мы с вами говорили не так давно, Северный поток-2 покинула норвежская компания, которая должна была сертифицировать данный проект. Но одновременно с этим необходимо, чтобы этот проект и был застрахован. Это требует международное право, необходимость. Сейчас необходимо найти какие-то дополнительные решения вот этих задач. Одно мы понимаем точно, и пресс-секретарь нашего президента Песков уже заявляет, несмотря ни на что, Северный поток-2 будет строиться и будет достроен. Никакие обстоятельства не помешают. Одновременно с этим компания «Газпром» сама заявляет и предупреждает инвесторов о том, что Северный поток-2 проект может затянуться на более длительный срок. Несмотря на то, что вроде бы уже с прошлой недели должны были начать укладывать трубы в датских территориальных водах, по техническим причинам это сейчас задерживается. Вчера появляются новости о том, что временно отозвано разрешение на трубоукладку в немецких территориальных водах. Я напомню, да, сам поток уже, сами трубы уложены уже в немецких территориальных водах, но после того, как трубы будут уложены уже и в датском участке, их необходимо будет состыковать. Но вот временно работы пока не вновь отозвано это разрешение. Конечно же, очень много палок в колеса сейчас будет вставляться данному потоку. Об этом мы с вами очень много говорили. С уходом Дональда Трампа Джо Байден продолжит именно санкционную риторику. И даже, скорее всего, эту риторику он будет усугублять. Мы с вами прекрасно знаем, что при Дональде Трампе было введено рекордное количество санкций, то ли 42, то ли 43 санкционных пакета против России было введено. Но все эти санкции не имели структурированного порядка. Они были хаотичны и иногда носили чисто такой политический характер, но экономического вреда Российской Федерации санкции не наносили. Сейчас же Джо Байден возьмется по-другому, да, как новая метла метет по-новому. Он хочет структурировать все санкции и ужесточить данную санкционную риторику. Рынки сейчас на самом деле все равно находятся в ожидании, как я уже сказал, завтрашнего дня. Потому что уже именно когда Джо Байден займет пост президента Соединенных Штатов Америки официально, мы уже должны будем понимать, какую риторику, какие первоначальные действия будет делать будущий президент Соединенных Штатов Америки. На что он изначально сейчас будет смотреть? На внутренние дела внутри своей страны? Да наведет, да, там вот этот репрессионный порядок, или же обратится сразу, или же его взор сразу же упадет на внешнюю политику. Но одновременно с этим не Газпромом единым жив сегодня рынок, да, санкции вводились еще и не только против Северного потока. Кстати говоря, на сообщениях о том, что санкции введены против баржи Фортона, Газпром особо сильно сейчас не отреагировал. Там коррекционное движение всего лишь на 2% поддержки пока удерживаются, да, это в районе 221 рубль. Пока ничего страшного мы здесь с вами не замечаем. Одновременно с этим Соединенные Штаты Америки ужесточают свои санкции против Венесуэлы, и под эти санкции попадают даже 2 российских танкера, принадлежащие компании РУС Танкер. То есть в очередной раз под удар попадает Российская Федерация. Но есть и ответные санкционные меры. Иран, да, в день, когда Дональд Трамп фактически покидает Белый дом, уже меньше суток ему остается быть президентом Соединенных Штатов Америки. Иран вводит санкции против ряда лиц, в частности, это, конечно же, против Дональда Трампа, самого госсекретаря Майка Помпео, и против бывшего советника по национальной безопасности Болтона вводятся санкции, да, их обвиняют в терроризме. Но мы с вами помним, да, за что Иран очень сильно обозлился на Дональда Трампа. Это, конечно же, за то, что в прошлом году, 3 января, в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. Они обещали отомстить. Посмотрим, вот сейчас Дональд Трамп становится фактически простым гражданином Соединенных Штатов Америки. И каковы будут действия того же самого Ирана? Мы с вами прекрасно знаем ситуацию, что Джо Байден намерен налаживать отношения с Евросоюзом. И одновременно с этим, скорее всего, против Ирана будут сниматься санкции. Соединенные Штаты Америки будут возвращаться вот в эту ядерную сделку, потому что Иран фактически уже шантажирует что Евросоюз, что Соединенные Штаты Америки, увеличив, да, вот этот процент обогащения ураном. Таким образом он показывает, либо мы возвращаемся в ту сделку, которая была, и вы снимаете с нас санкции, либо же мы фактически уже подходим к тому моменту, когда у нас появляется ядерное оружие. Никому не нужно, чтобы на Ближнем Востоке была своя атомная бомба. Это просто-напросто будет ужас-ужас на самом деле. Поэтому я думаю, что будущая администрация Белого дома, конечно же, вернется в данный проект. Одновременно с этим Евросоюз выступает фактически единым фронтом за то, чтобы Северный поток-2 был достроен. В Германии даже учрежден фонд в поддержку Северного потока-2. Посмотрим. Скорее всего, здесь будет какой-то торг от России, потребует каких-то уступок взамен того, что Соединенные Штаты Америки разрешат построить все-таки вот этот злополучный Северный поток-2. Ситуация будет очень и очень интересная, но мы сегодня с вами получаем заявление и такого характера, что Газпром нацеливается и строит свои перерабатывающие предприятия с прицелом не только на Европу, но одновременно с этим и с прицелом на азиатский рынок. Мы с вами помним, да, недельной давности, ну, чуть больше, чем неделю назад, было большое интервью вице-премьера Новака каналу РБК, где он говорил, что Европа фактически это отыгранный уже рынок. Да, Европа, конечно же, хорошо, но самые интересные, самые перспективные направления, Новак тогда еще отмечал в этом интервью, можете пересмотреть, оно в открытом доступе на YouTube-канале РБК, он тогда уже заявлял о том, что перспективными моментами ему увидится именно азиатский регион, ну и он даже отметил, конечно же, африканский регион. Африканский регион, я уже не раз вам говорил, за африканский регион, я думаю, что в очень ближайшем будущем мы с вами увидим такие экономические баталии крупных сфер держав. Поэтому будем сейчас внимательно наблюдать. Одновременно с этим стоит отметить, что в Соединенных Штатах Америки сегодня уже, можно сказать, полноценно начинается сезон отчетности. Сегодня уже поздно ночью отчитывается компания Netflix. Мне лично интересно посмотреть на данную компанию. Если постоянные зрители помнят, да, что я эту компанию постоянно беру себе под отчет, и если мы вспоминаем 2020 год, один раз, конечно же, был выстрел снайперский, и очень хорошо данная компания дала заработать. Но вот два прошедших отчета, конечно же, были неудачными. Мне не приходилось засиживаться в данной компании, чтобы выйти хоть в какой-то небольшой плюс. Но вот сегодня вновь рискнул попробовать, взял данную компанию к себе. Посмотрим, что из этого выйдет. Бог все-таки любит троицу. Надеюсь, на третий раз все-таки компания Netflix покажет хороший результат и даст довольно-таки положительные прогнозы. Напомню, да, дорогие друзья, что не обязательно, что цифры будут хорошие, но компания может пойти вниз, потому что руководство компании делает не очень положительные прогнозы, и на этом компания, конечно же, может падать. Просто частенько вижу такого рода сообщения, но даже в том же самом пульсе. Вроде бы отчет хороший, но бумага вниз. Дорогие друзья, не цифрами едиными нужно жить, а нужно еще и читать сам тот же отчет. Ну и последний момент, дорогие друзья, на чем хотелось бы, конечно же, остановиться, это вот на этой диаграммке, да, то, что резервы Российской Федерации впервые за долгое время золото стало превалировать над, конечно же, долларом. Все это лишний раз подтверждает и мои суждения, и крупных игроков, да, таких как Рейдаль, Баффи, да, которые ставят на то, что инфляция будет и что необходимо просто-напросто наращивать позицию в золоте, да, в тех же самых золотодобытчиках. Компании золотодобытчики некоторые подошли на довольно-таки приемлемые уровни для покупки, в частности, компания Полиметалл. Компания Полиметалл представлен у нас, разбор данной компании для спонсоров данного YouTube канала. Спонсируйте, получите разбор данной компании. Об этой компании мы говорили еще и во вчерашнем видео. Многие просто усмотрели во вчерашнем видео только фрагмент, касаемый Алексея Навального, хотя вот вчерашнее видео впервые за год существования данного YouTube канала собрало такое огромное количество дизлайков. И здесь я небольшую обратную связь все-таки дам, дорогие друзья. Я на этом канале не освещаю политические события с какого-то либо однобокого ракурса. Я любое политическое событие рассматриваю только с точки зрения того, как это событие может повлиять на фондовый рынок. Я ни разу на этом YouTube канале не высказал своих там политических взглядов за власть или против власти, за Навального или против Навального, ну за оппозицию или против оппозиции. Я специально не высказываю никаких точек зрения, потому что мы с вами здесь говорим о мире финансов, и мы должны рассматривать новости только касаемо мира финансов. Как это может повлиять на мир фондового рынка, на мир валютного рынка. И вчера произошел арест Алексея Навального. Именно в этом ракурсе я и стал вести разговор, как это событие может отразиться на российском фондовом рынке. Конечно же, эта ситуация отразится крайне негативно. Инвестиционный фонд будет негативным. ЕС соберется уже в пятницу и будет обсуждать, какие введить санкции, но одновременно с этим и с Кремля. Мы с вами, дорогие друзья, слышим новость, что фактически они заявляют нам наплевать, что будет говорить Евросоюз. Мы гнем свою линию и, грубо говоря, не вмешивайтесь в наши дела. При такой вот жесткой политике Кремля, конечно же, санкционная риторика того же самого Евросоюза, она будет усиливаться. Пока единственное приятен тот момент, что те же самые немцы отделяют ситуацию с Алексеем Навальным от Северного потока-2. Но мы с вами прекрасно знаем, что если стройка Северного потока затянется как минимум до осени, там произойдет уже смена и канцлера Ангела Меркель будет уходить уже в отставку, уже готовится ей преемник. И как будет вести себя уже будущий канцлер Федеративной Республики Германия, Ну, интересно будет смотреть. Сейчас промедление стройки каждый день фактически, ну, может привести к тому, что и Германия скажет, что этот проект ей не интересен. Хотя мы с вами знаем, что немцы, они такие педантичные люди, они умеют считать деньги, но они все-таки могут в очередной раз поставить на чашу весов свои политические взгляды, свои экономические взгляды, и политика может перевесить просто-напросто в один момент экономику. Потому что в сентябре, напомню вам, дорогие друзья, у России выборы в Государственную Думу, и, скорее всего, там тоже будет усиливаться санкционная риторика. Достаточно посмотреть 2020 год, постсоветское пространство, где проходили выборы и в президенты, там в некоторых местах проходил парламент, какими событиями все это было ознаменовано. Поэтому чем ближе будет осень, тем все интереснее будет становиться на фондовом рынке. Ну вот такой небольшой обзор у нас сегодня получился. Именно мысли, потому что рынки находятся сейчас в режиме ожиданий, они все-таки ждут, когда Джо Байден вступит в свои законные права, и уже от этого будем уже просто-напросто отплясывать. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк, если видео не понравилось, ставьте дизлайк и пишите обязательно комментарии. Вот вчера ставились дизлайки, ну и подписчики или не подписчики писали свои комментарии, они объясняли, почему они именно поставили дизлайк, и я прекрасно понимал, что чьи-то политические амбиции, чьи-то политические эмоции, чувства были задеты, Но я пытался объяснить, что ничего плохого как человеку Алексею Навальному я не имею. И вчерашнее видео было рассмотрено именно с точки зрения фондового рынка. Если же вы хотите помочь данному каналу развиваться, потому что появлялись сообщения о том, что довольно-таки мало подписчиков, но в ваших руках, конечно же, и в ваших силах помочь ему развиваться, это где-нибудь отрепостить данное видео на каком-нибудь тематическом форуме, в каком-нибудь тематическом чате, которых вы состоите, конечно же, это поможет продвижению данного YouTube канала. Вы можете поддержать данный канал и материально с помощью, конечно же, донат-алерт, с помощью, конечно же, кнопочки «Проспонсировать» получите доступ к компании в рамках портфеля инвестиций с нуля, в частности, это «Сургутнефтегаз» и «Полиметалл». Дорогие друзья, сегодня вторник, и мы должны были делать очередную покупку в данный портфель, но просто перед соревнованиями вылетело это вообще из головы сегодня, три тренировки, и просто-напросто забыл о данном портфеле. Сделаем это уже либо завтра, либо край послезавтра, но ежедневно все равно сумма откладывается. Ну, как раз-таки посмотрим, чем сейчас закончится вся эта вакханалия с санкциями. Дорогие друзья, у нас есть открытый телеграм-канал, у нас есть Яндекс.Зен, и у нас есть аккаунт в Инстаграме. Все ссылки на наши источники есть в описании и в закрепленном комментарии. Я же с вами на сегодня уже буду прощаться. Пока-пока и до завтра. И пожелайте мне удачи. Что я ремарочку сделаю, забыл сказать. Это то, что завтра, возможно, все-таки видео и не выйдет, потому что завтра как раз-таки соревнование. Но нажмите на колокольчик, оно может выйти завтра в необычное для себя время. Еще раз пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok